здравствуйте дисциплина история физики последняя у нас тема в этом семестре специальная теория относительности по плану мы рассмотрим один большой вопрос общей теории относительности и оффи капица мандельштам вавила то есть мы рассмотрим об этих ученых какие у них открытий и первый вопрос у нас теория относительности разделяется на с того то есть это специальная теория относительности и от то то есть общая теория относительности и так что же такое сто специальная теория относительности она рассматривает взаимосвязь физических процессов происходящих только в инерциальных системах отчетов а общая теория относительности о то описывает взаимосвязь физических процессов происходящих в ускоренно движущихся друг относительно друга системах отчета то есть не инерциальных системах отчета Посмотрите разницу. В первом случае в инерциальных системах это специальная теория, а в общей теории не инерциальных системах отчетов. Итак, общая теория отчета. В 1907-1916 годах создана общая теория относительности, которая объединяет современные учения о пространстве и времени с теорией тяготения. По масштабу переворота, совершенного Эйнштейном в физике, его часто сравнивают с Ньютоном. Итак, перед вами общая теория относительности Альберта Эйнштейна в 1915 год. Общая теория относительности, или в виде математической формулы можно записать, она равняется специальной теории относительности плюс теории тяготения. Из чего она состоит? Посмотрите. Две формулы перед вами. То есть здесь работает принцип эквивалентности инертной и гравитационной массы равны. Это и есть у нас принцип эквивалентности. Посмотрите, это формула. f равно ма, инертную массу мы здесь берем. А в этом случае, когда мы рассматриваем формулу теории тяготения, f равно g, масса м1 умножена м2 на r в квадрате, здесь мы рассматриваем массу гравитационную. И дает он нам принцип эквивалентности, то есть инертная масса и гравитационная масса равны. Общая теория относительности объяснила сущность тяготения, состоящую в изменении геометрических свойств, искривлении четырехмерного пространства, времени вокруг тел, которое образуется в поле тяготения. Итак, общая теория относительности делает мир четырехмерным. К трех пространственным измерениям добавляется еще и время. Все четыре измерения неразрывны, поэтому речь идет уже не о пространственном расстоянии между двумя объектами, как это имеет место в трехмерном мире, а о пространственно-временных интервалах между событиями, которые объединяют их удаленность друг от друга как по времени, так и в пространстве. Теория относительности. Общая теория относительности Эйнштейна заменила ньютонскую теорию гравитационного притяжения и отдела пространственно-временным математическим описанием того, как массивные тела влияют на характеристики пространства вокруг себя. Согласно этой точке зрения, тела не притягивают друг друга, а изменяют геометрию пространства-времени, которое и определяет движения, проходящих через него тело. Вот как вы видите на картине. Это у нас пространство. Но мы перейдем теперь к следующим. Ученые, которые были открыты, которые произвели фурор в свое время. Это физические открытия. Мировое признание получилась советская физическая школа. Известные работы проделали. Это у нас кто? Известные перед вами следующие ученые. Это Вавилов Сергей Иванович. Он работал в области проблемы оптики. Иоффи Абрам Федорович. Изучение физики кристаллов и полупроводников. Мандельштам Леонид Исакович. Труды в области радиофизики и оптики. Ну и Капица Петр Леонидович. Исследования в области микрофизики. Ну а теперь рассмотрим каждого ученого в отдельности. Иоффи Абрам Федорович. Родился 29 октября перед вами, как видно на картине. В 1880 году. Ну и скончался в 1960 году. Российский советский физик. В годы войны Иоффи участвовал в строительстве радиолокационного установка в Ленинграде. Во время эвакуации в Казани был председателем военно-морской и военно-инженерной комиссии. Большой вклад в развитие физики полупроводников внесла советская школа академика Иоффи. Абрама Федоровича. Академик Иоффи член восьми академии, четырёх почётный. Почётный доктор пяти университетов. Почётный член трёх физических обществ мира. Имел 18 званий в десяти странах. Автор более двухсот научных печатных работ. Пётр Леонидович Капица. Следующий учёный. Годы 1894 родился. Умер в 1984 году. Он прожил очень хорошую, достойную жизнь. Советский физик, видный организатор науки. Основатель Института физических проблем. Являлся директором и оставался вплоть до последних дней жизни там же. Один из основателей Московского физико-технического института. Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического факультета МГУ Московского государственного университета. 1978 год. Этот год был очень плодотворный. Пётр Леонидович Капица. За его базовые исследования и открытия физики низких температур. Дата рождения этого человека, как я уже сказала, 1994 год. Он является лауреатом Нобелевской премии по физике за открытие явлений сверхтекучести жидкого гелия. Ввёл в научный обиход термин сверхтекучести. Работал в области физики низких температур. Изучал сверхсильные магнитные поля и удержание высокотемпературной плазмы. Разработал высокопроизводительную промышленную установку для ожижения газов. Турбо Дентандер называли его. Дважды лауреат Сталинской премии. Это 1941-1943 годы. Награжден большой золотой медалью имени Ломоносова. Академия наук СССР. Это 1959 год. Дважды герой социалистического труда. То есть в 1945 году было дано это звание. И в 1974 году построил высокопроизводительную установку по ожижению газов. Развил общую теорию электронных приборов магнетронного типа. И создал магнетронные генераторы непрерывного действия. Выдвинул гипотезу о природе шаровой молнии. Экспериментально обнаружил образование высокотемпературной плазмы. В высокочастотном разряде. Высказал ряд идей. Например, уничтожение ядерных боеприпасов в воздухе. С помощью мощных пучков электромагнитных волн. Работа над вопросами термоядерного синтеза. И проблемы удержания высокотемпературной плазмы в магнитном поле. Именем Капицы назван маятник Капицы. Механический феномен, демонстрирующий устойчивость вне положения равновесия. Известен квантово-механический эффект Капицы Дирака. Открыл новое фазовое состояние, которое назвал сверхтекучестью гелия. Дал ему теоретическое обоснование. Итак, Капица, как ученый, как гражданин. Бесстрашие – одна из самых характерных черт Капицы ученого и гражданина. Это уникальное положение гениального физика и организатора науки позволяло ему сохранить относительно независимое положение и выступать в защите ученых. Подвешившись нападкам и арестам. Уже в 1936 году он обратился с письмом к Молотову. И в поддержку математика академика Лузина, вот перед вами слева находится ученый, которого правда объявила, это газета правда, объявила врагом советской маски. Теперь письмо возвратилось с резолюции за ненадобностью вернуть гражданину Капицы. Молотов, то есть было написано, но Лузина арестовать не решились. В феврале 1937 году Капица выступил также в защиту арестованного физика Фока. Он у вас с правой стороны, но вам известен этот физик Фок, который вскоре был освобожден, а через два года избран академиком. Выдающиеся открытия были сделаны в сфере точных естественных наук. Вот перед вами фамилии тех ученых, это Вернацким, Иоффи, Капицей, Вавиловым, Лебедевым, Зелинским, Туполевым, Курчатовым и так далее. Государство вкладывало в развитие точных естественных наук значительные средства. Все эти фамилии, я думаю, вы знакомы. Но репрессии 30-х годов не обошли ученых, естественников стороной. Как вы знаете, ребята, в 30-е годы вот эта репрессия, она многих убила. Был арестован и замочен в лагерях выдающийся генетик Вавилов. В Шарашках, это конструкция бюро и лаборатория, которая создана была в местах заключения, трудились Туполев, Королев, Глушко, ну и другие ученые. Туполев, самолет слышали, да? Туп, самолет, вот от фамилии Туполева, правильно, что Королев наш, известный тоже в области космонавтики ученые. Мандельштам. Леонид Исакович, следующий наш ученый. Родился он в семье врача Исака Григорьевича Мандельштама, имена Львовной Кам. Получил высшее образование в Новороссийском университете, это Одесса. Исключен в 1899 году и Страсбургском университете. Где его дядя Гурвич работал ассистентом у известного антрополога Густава Швальбе. Степень доктора натуральной философии или физики Страсбургского университета. Мандельштам получил его в 1902 году. С 1925 года работал в Москве профессор Московского государственного университета. Практически заново создал физико-математический факультет, который многое потерял в связи с уходом Лебедева. В 1911 году Делла Кассо. В связи с его успехами в университете был создан физический факультет в 1933 году. А в 1934 году работал также в физическом институте Академии наук и Страсбургского. В 1944 году в связи с событиями на капитале теоретической физики и физического факультета МГУ подписал письмо 14 академиков, когда Кафтанов в ответ на обращение ученых провел совещание, прибыл на это совещание как представитель академистов, хотя очевидцы отмечали, что на тот момент он был уже глубоко болен. И умер Мандельштам 27 ноября 1944 году. Это советский академик, физик, лауреат Государственной премии Советского Союза. Научные труды Мандельштама относятся к оптике, теории колебаний и радиофизике. Совместно с Ландсбергом, независимо от индийского физика Романа, Романа, наверное, открыл комбинационное рассеяние света в кристаллах. Один из создателей теории нелинейных колебаний совместно с папой Алексией предложил новый метод возбуждения электрических колебаний, так называемую параметрическую генерацию. Разработал интерференционный метод измерения скорости распространения радиофон и применил его к измерению больших расстояний. Мандельштам принадлежит работе по статистической и квантовой физике и теории относительности. Что можно кратко рассказать о семейной династии Мандельштама. Посмотрите, Мандельштам вот справа проводил исследования в оптике радиофизики, теории нелинейных колебаний, квантовой механики, историю методологии физики, как я его говорил. А его сын Мандельштама пошел по стопам отца. Он работал в области атомной спетоскопии. Вот он, это отец, это его сын. То есть сын продолжил его работу. Работу. Опыты Мандельштама и папалексии. Перед вами вот рисунок на рисунке. Это открытие они сделали в 1913 году. При резком торможении вращающейся катушки в цепи, посмотрите, возникал кратковременный ток, который обусловлен инерцией носителя заряда. Итак, совместно с папалексией. Опираясь на созданные Мандельштамом совместно с папалексией радиоинтерферационные методы, Мандельштам решил ряд задач по распространению радиоволн над поверхностью Земли. Им была высказана идея о возможности точного измерения расстояния с помощью радиоволн и совместно с папалексией разработаны радиоинтерферационные дальномеры, получившие широкое применение геодезии и гидрографии. За работу в области нелинейной колебания распространения радиоинтерферационных методов над поверхностью Мандельштам и папалексии, в 1936 году была присуждена премия имени Менделеева, а в 1942 году сталинская премия. Следующий наш ученый, как мы уже говорили, Вавилов Сергей Иванович. Годы рождения 1891 и 1951 год. Советский ученый, основатель научной школы о физической оптике в СССР, академик в 1932 году получил и президент академической академии СССР с 1945 года. Лауреат четырех ленинских, сталинских премий. Посмотрите, 1946, 1943, 1951 и 1952 год уже посмертно был еще именем. Младший брат Вавилова, советского ученого генетика. Как вы видите, два брата были учеными. Сергей Иванович был младшим братом. Старший брат, он генетик. Российский физик, государственный и общественный деятель, один из основателей российской научной школы физической оптики и основоположник исследований люминесценции и нелинейной оптики в СССР. Он родился в Москве. В 1914 году окончил с отличием физико-математический факультет Московского университета. Особенно крупный вклад Сергей Иванович внес в изучении люминесценции. То есть это что люминесценция? Это длительное освещение некоторых веществ, предварительно освещенных светом. Также вам знакомо излучение Вавилова-Черенкова. Оно было обнаружено в 1934 году аспирантом Вавилова и Черенковым при выполнении экспериментов по исследованию люминесценции люминесирующих растворов под действием гамма-лучи радиа. В 1938 году академик Вавилов изобрел люминесцентные лампы дневной свет. То есть это дополнение к тому, что я уже говорю. Люминесцентные лампы обладают более высокой экономичностью и большим сроком службы по сравнению с лампой накаливания. Люминесцентные лампы со специальным прибором, подбором люминофоров излучают свет, близкий к дневному белому свету. Сейчас вам всем известно, мы практически все пользуемся этими же лампами уже, люминесцентными лампами. Запомните срок. В 1938 году было изобретено эта лампа. Итак, в завершении вам представляю литературу, по которой вы можете пройти, просмотреть по этим литературам и найти эти данные. И ответить на следующие вопросы. Первый вопрос. Опыт какого ученого послужил экспериментальной основой для создания СТО? То есть специальной теории относительности. Ну и второй вопрос. Общая теория относительности. На этом урок закончен. До свидания.